Приветствую вас и, возможно, детские психологи лучше ответят на ваш вопрос, дадут какие-то, может быть, именно статистичные рекомендации. Я, со своей стороны, хочу, во-первых, сказать, что на момент записи вам этого ответа не было ни одного комментария от моих коллег, это первое и главное. Собственно, именно это и послужило основанием для того, чтобы вам ответить, потому что проблема, в общем, серьезная, а поскольку люди вам не отвечают, то я подумал, что мог бы ответить сам. Итак, у вашего ребенка, как это видится мне, образовался на линейный комплекс, ну, собственно, что и представляет из себя страх, вот, линейный комплекс, и, соответственно, этот линейный комплекс вам нужно, значит, разбивать. Теперь, как разбивать? Ну, во-первых, с ребенком нужно разговаривать, обязательно, в обязательном порядке с ребенком нужно разговаривать с своим социалом, вне всяких сомнений, это самый лучший способ. Вот, с ребенком нужно разговаривать, с ребенком нужно объяснять, объяснять ему, значит, как такая ситуация стала вообще возможной, точнее, как такая ситуация стала возможной, тем, что в этом ничего нет страшного, и предлагать ребенку, что важнее, быть с ним, ага, значит, быть с ним во время чего, да, вот, ключевой момент, значит, во время чего быть с ребенком, во время того, когда будет ехать эта самая машина, то есть, вот, что важно, важно, чтобы вы именно в момент, когда ребенку страшно, когда ребенку тяжело, важно, чтобы вы в этот момент, да, чтобы вы в этот момент были с ним, чтобы вы держали его за руку и как бы, ну, ну, это я так, условно говорю, держали его за руку, вот, а показывали ему, что ничего страшного, вот, не происходит, что, вот, смотри, все в порядке, вот машина проехала и как бы все нормально, понимаете, то есть только вся, именно в этом, чтобы дать ребенку понять, чтобы он увидел, чтобы он их увидел, что страшного ничего в машине нет. Вот снова и снова, снова и снова и снова, снова и снова и снова… это вам нужно будет повторять. Это действие. То есть не просто нужно ставить ребенка на руки, а именно разговаривать с ним, разговаривать и объяснять ему, объяснять, именно объяснять, именно, как бы, новые вводить ему понятия, потому что комплексы, комплексы, любые комплексы, любой комплекс, да, любой комплекс, это именно вот это вот, такие искаженные, искаженные представления о том, искаженные представления, искаженные понятия о том, значит, кто представляет из себя окружающий мир. Знаете, Иван Иванович на вас лечит задача по изменению этой ситуации, по приведению этой ситуации в норму, по как бы, в адекватное, правильное состояние. У ребенка была яркая эмоция, он испугался. Ого, он испугался. Это закрепилось. Теперь это можно обратно, как бы, ну, убрать. Сложно ли это? Ну, не очень. Требует это терпение определенных навыков, да, требует. Вот навыков это требует. Определенного, определенного терпения это требует, да, Это так. Вот. Но, в принципе, и все. То есть, больше, больше. А, в принципе, от вас не нужно ничего. Вот. Кроме, пожалуй, только одной детали. Одной детали, которая, на мой взгляд, на мой взгляд, именно на мой взгляд, довольно важна. Значит, смотрите. Ребенок испугался. Испугался, что он там, ну, большой машины, да? Вот. Значит, вопрос у меня возник к вам. А, почему он испугался машины? Вот именно почему? То есть, он что, себя как-то в безопасности не жил? Чувствует, может быть, что испугался автомобиль. Или как? Или что? Вот, понимаете, да, момент такой? Какие причины? То есть, если ребенок не чувствует себя в безопасности, то это, ну, вообще, довольно, довольно серьезный момент, если ребенок не чувствует себя в безопасности. Поэтому постарайтесь подумать о том, что заставило ребенка не чувствовать себя в безопасности. Вот. Ну, что, вот, могло повлиять на ребенка таким образом, что он, вот, перестал чувствовать себя в безопасности. Мне бы хотелось, чтобы вы, как-то, вот, на этот вопрос, наш, ну, подумали над ответом на этот вопрос. Потому что это важно. Это важно. Ну, в целом, в целом это важно. И все, в принципе. То есть, больше, то ничего не нунет. Вообще. Так говоря. Повторение, приговаривание, да. Убеждение ребенка, внушение ему, внушение ему, что все нормально, все хорошо, что ничего страшного не происходит. Вот. И, в принципе, в принципе, все. Так вот, ваш ребенок постепенно и будет, как бы, научаться видеть то, что ничего страшного в машине нет. Понимаете? Но только если он будет чувствовать себя с вами в безопасности. Потому что если он себя с вами, именно с вами в безопасности не ощущает, то ни о какой позитивной тенденции, к сожалению, речь о быть не может. Потому что, ну, в этом случае ребенок будет испытывать перекресткий стресс. То есть, с одной стороны, он будет бояться волшебных, а с другой стороны, он будет бояться, например, того, что вам надоест. Допустим, и вы, ну, я не знаю, что-то сделаете, например, да, что-то сделаете такое, что, ну, как бы, как бы, ребенка еще больше испугает. Так? Понимаете, о чем идет раньше. Ну, это все. Еще раз повторю, что детские психологи, может быть, могли бы вам ответить лучше. А вот, возможно. Но, тем не менее, тем не менее. Надеюсь, что вам это поможет. Конечно, если результата не будет, то тогда нужно будет проанализировать отношения у вас в семье. Вообще, в целом, какие они. Там, потому что, ну, вот, громких, громких звуков, в принципе, довольно много. И то, что ребенка это испугало, ну, скорее всего, это закрепленная реакция. Может быть, у вас дома либо все это кричат, либо громких звуков вообще нет. И громкие звуки ацетируются только, ну, чем-то негативным. Это уже ваше ответственность. Как родители. Ну, или если вы не родители, то родители. Ответственность родителей. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Если мой ответ понравился, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.